Идеальные чудеса. Что-то он поздно спохватился-то. И вот, и вы знаете, что этот журналист, я, говорит, несколько раз, занимая очередь, он тогда был еще традиционным православным. Это потом он приехал в Киев, покаялся, а тогда он был обычным православным. И часто писал даже для епархиальной газеты кое-что, но в основном работал он в светской газете. И вот, интересно, да, и ему поручили и там, и там статью именно о плачущей иконе там и об этом всем происходящем в Одессе в те дни. И вот, я, говорит, был там, ну, с людьми говорил, что-то там примечал себе. А потом, говорит, к коне-то я же подхожу, несколько раз подходил, говорит, и вот не вижу, сухо, не плачет царь. Ну, ладно, я вижу, ну, смотрю за другим, а он такой очень внимательный человек, смотрю на других людей. И я понимаю, что, начинал понимать, что они, говорит, ну, тоже не видят ничего, но, как бы, ну, кто признается, что король голый? Ну, знаете, вот, как-то дураком не хочется выглядеть, значит, вроде плачет, значит, плачет, значит. Ну, и вот, один раз, когда, говорит, я тоже занял очередь, все, простою, и вот, прям передо мной женщина, и она вдруг в истерике начинает биться и кричать. Вот, я видела слеза стекла прямо сейчас. Я, говорит, следом за ней иду, следом я ничего не вижу. Я еще даже остановился, меня уже просят, пожалуйста, гражданин, не задержите движение. Вот, а эту женщину под ручки взяли монахи, в сторону отвели, и с ее слов записали то, что она видела, как бы. И фамилии, имя, значит, там, значит, ну, в такую книгу амбарную, значит, о чудесах этого храма. Вот, а сам журналист этот говорит, то есть, мне смысл, говорит, ну, я, наоборот, хотел бы тоже это увидеть, вообще-то, но я ничего не видел. Но эта женщина, и при том, говорит, я, говорит, не врач, но я, ну, видно было сразу, что женщина имеет проблемы со здоровьем психически. И, значит, это было видно еще даже до этой сцены с плачем. И вот, потом, после всего этого, я, говорит, подхожу, ну, это на Руси называлось кликушество раньше. Очень популярная форма такая, якобы благочестие. И вот, и, интересно, подошел к настоятелю, ну, интервью, прочее, а потом спрашивает, так и так, отец там, протоиерей, вот, почему вот так гражданка, она, говорит, видела, и некоторые так же в течение этих дней видели, а вот я, говорит, ну, не вижу. И тот сказал ему, знаете, это не всем дано еще увидеть, говорит. Да, и для меня стало все ясно. Ну, не все, но многое понятно стало. Вообще, чаще всего, вот, по моим замечаниям, те, кто говорит об этих плачущих иконах, часто напоминают контактеров с НЛО. Вроде бы, что-то видит человек, но, с другой стороны, рядом другие люди ничего не видят абсолютно. Вот, допустим, в Нижегородской области, или как Горьковской области, там, где как раз Дивеева, старенькая бабушка-монашка, много лет, она еще, она так замуж не выходила, лет в 16, где-то там, она уже при монастыре, уже жила, уже, еще тогда, еще, время еще революции. И так она всю жизнь монашкой была. Там даже две их бабушки были, Ульяша и Дуняша, так интересно. Ну, так их звали все, я не знаю, ну, все их зовут, и я тоже звал. Вот, вот, они такие интересные бабушки, конечно, веселушки такие, знаете, вот, ну, мне они нравились, но, самое интересное, вот, одна из этих бабушек, сейчас не помню, кто именно, или Ульяша, или Дуняша, ну, кто-то из них. Вот, у нас, говорит, в соседнем доме, а у них дома такие, знаете, еще деревянные, вот там, говорит, вот там иконы обновились, обновились. То есть, они были темными и вдруг стали светлыми, а другая мера точит, ватку подкладываем. Я, значит, приходил туда, смотрел, ну, вы знаете, я скажу, как художник даже скажу, там ничего, там нет никаких изменений в этой иконе. То есть, она, ну, но ей кажется, этой бабушке, что, ну, самое смешное, что это свидетельство записали монахи, как, ну, как чудо, и я там, там, там встречаюсь сегодня, значит, на сайтах, там висит информация об обновлении иконы в Нижегородске, но я, я был там сам лично. Если бы я не был там, я, может, поверил бы в это все, но я был лично там, бабушки старенькие, ну, мало ли, что показалось ей вообще, значит, но я смотрел эту икону внимательно, притом, где-то икона 18, наверное, начала 19 века, и вот, ну, так написано очень примитивно, но, ну, 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 так нормально. И вот я смотрел и так, и так, не было никакого обновления, краски те же, ну, все, ну, как бы, потому что в описаниях обновился красочный слой верхний, и что в описании говорится, что якобы именно икона стала свежеписанной. Нет, я свидетель, я художник, я смотрел, там не было именно вот такого, чтобы это была свежеписанная икона. Нет, там не было никакого обновления, но и мироточения так же. Я был там, потом я одной из бабушек, так, чтобы не обидеть, как бы, я еще был тогда священником традиционным сам. Я сказал, ну, вот я что-то не вижу. Ну, она говорит, ну, ничего, может быть, потом увидишь. Понятно. Я просто не стал обижать бабушек, ну, как бы, им уже, как бы, думаю, не надо это, но я для себя просто вынес следующее, что здесь мы имеем, на самом деле, дело с таким опасным феноменом, духовно опасным феноменом. Но даже если иконы будут действительно все там навзрыд, прям плакать, там рыдать, там все, мироточение, там кровоточение, там что там еще может быть у них там. Кстати, кровь текла в Греции. Большая икона, Богородица, которая кровью прям плакала, представляете? И эти фотографии в журналах, газетах публиковалось. Все. Это лет 10, наверное, тому назад, не, меньше даже. В разных, даже светских, не только церковных, даже светских. А потом выяснилось, что эта икона подделка. Полиция арестовала эту икону, это было в Греции. Полиция почему это сделала? Власти распорядились греческие это сделать, потому что начались беспорядки. Священники комментировали кровавый плач Богородицы. Вот мама плачет, потому что папа едет. Римский папа собирается в Грецию. И вот, и поэтому она протестует. Ну и, конечно, православные греки, некоторые встали на защиту. Маму надо защитить. И вот, значит, и друзья мои, вот, когда икону обследовали, в комиссии были и представители Элладской православной церкви, то есть, как бы, представители именно церковной власти. И были со стороны полиции, были эксперты, искусствоведы. В конце концов, когда икону и просветили, и все, то выяснили, это все подделка. Значит, кто-то поливал умело составом, в основе которого был вишневый сок, с чем-то еще сваренным. И из-под красочного слоя просто упало это вещество. То есть, была махинация на лицо, и церковь была вынуждена заплатить большой денежный штраф по этому поводу. Значит, и это был большой позор. Но, к сожалению, что произошло? Рекламу давали большую везде, а извинения маленькой строчкой так вот. Знаете, наподобие, Минздрав предупреждает. Вот, а такие вещи нужно было бы, как раз, огласить, не стесняться. Если умели так вот раскрутить всю эту икону, то умейте и признавать, что это все была подделка. Но, как говорится, кишка тонка. Вот, пока не покается человек, пока, ну, без Иисуса невозможны исправления вообще. Без Иисуса. Да, по поводу мироточений, вот следующее. А вчера я упомянул, вот здесь записка, Лазареву субботу. Что это такое? Это перед вербным воскресением, то есть, церковное название, вход Господем в Иерусалим праздник. Перед Пасхой, воскресенье. А перед этим воскресным днем, по традиции, отмечается Лазарева суббота. То есть, воспоминание воскрешения праведного Лазаря. Так называется церковный праздник. То есть, момент, когда Иисус воскресил Лазаря. Для меня, кстати, вот то, что Господь воскресил мальчика накануне этой субботы Лазаревой и исцелил его полностью, для меня это было тоже, знаете, ну, как бы, скажу так, ну, каким-то ободрением даже в этом отношении. Что Бог даже, Он уважительно относится даже к таким вещам, как вот, ну, наши какие-то религиозные какие-то чувства. И Он будет даже использовать такие моменты даже и в православном календаре, и какие-то традиции православных, чтобы принести Евангелие. И, вы знаете, для меня это было таким тоже очень важным замечанием. Когда я рассказывал об этом случае с мальчиком в православной церкви в одной, в Питере, ну, такая продвинутая православная церковь, которая не побоялась меня пригласить, то там были, сколько, три священника там было православных. И один из них, ну, он не совсем православный, он грек-католик один был, правда. Он подошел ко мне, и, вы знаете, он прям плакал. Вот Бог очень сильно коснулся его. И я, внимание, в рассказе своем я даже, внимание, ну, я сам не заметил даже, я просто сказал про Лазаревую субботу, и все. А для него это было основное, что да, это от Бога. Если накануне Лазаревой субботы, это от Бога. То есть, вот, я не думал никогда вот с этой стороны, как бы, ну, как бы, что это подтверждение истинности, как бы. Но для православных многих это, как бы, важно очень. Вот так вот. Слава Богу. По поводу святая вода, кодить, ставить свечки за здравие и за покой. Какие любопытные, а? Обо всем вам расскажи. Все покажи. Вы знаете, вообще-то, скажу так вкратце, что святая вода... Кстати, вот фильм такой популярный был одно время, по рукам ходил. Как-то чудо воды, что ли, или... Снимал этот фильм самое странное, как раз именно церковь Нью Эйдж в Европе. То есть, такая, вроде, христианская, но она не христианская, по своей именно идеологии. И замысел фильма, я так понимаю, больше был популяризация оккультизма, значит, через вот такие, как бы, сцены с водой. Я так рассудил. Почему? Потому что идет речь там о молитвах вообще, отношение к молитве в этом фильме, как к заговору. То есть, так вот как раз движение Нью Эйдж и учит, собственно. Потом отношение к вещественному ненормальное. И вообще, я понимаю, что все реагирует, и природа реагирует, и вода реагирует. Но, если я буду в это вот вникать и к этому привязку иметь, ой-ой-ой, так и вообще-то, это ненормально уже. Это ненормально. И, вы знаете, друзья, я, когда просили, у нас в Киеве мы делали такие тоже служения раньше. Сейчас, последние годы уже не делали. А, по первости, мы делали. Я, кстати, перед тем говорил с пастором Сандеем, советовался. Как, говорю, пастор Сандеем, как бы вы рассудили, говорю, вот прихожане, допустим, вот крещение Господне, праздник, воду приносят. Вот как бы вы рассудили? Он говорит, я бы, в принципе, помолился бы, значит, но у нас так не принято. Вот, ну как за Илей, допустим, вот помолился бы, пусть вот они исцеляются. Просто надо правильно, говорит, учить, что это не вода исцеляет, а Бог исцеляет посредством воды. И вот я за это ухватился, и мы провели несколько таких собраний. Я объявлял заранее, народ был довольный, оповестили, там, с банками, с клянками, целое служение, так интересно, все с баночками. И поставили, молились. Были свидетельства интересные в то время, я помню, да, об исцелениях. Кого-то там головная боль ушла сразу, кого-то там что-то еще там ушло. Да, и, но я учил тех людей и новых, пришедших по объявлению, по рекламе такой, что не вода исцеляет сама по себе, не вода это целительно, свята, а Бог святой посредством сейчас этой воды. И мы молили все вместе, и говорю, давайте мы скажем такие слова, примерно так молили, что Господь посредством окропления этой воды благослови нас, освяти нас там. То есть молитва к Богу была, молитва к Богу, без молитвы к святым, как вот в обычном молебне православном. И второе, что учил я, что Бог исцеляет, Бог исцеляет. То есть не было такого же ажиотажа за водой, там не дрались прихожане, как вот в обычном храме. Потому что понимали, что это не вода, вот сейчас она вот такая, такая, необычная, а Бог, Он такой, посредством воды, посредством елея, допустим. Кадить, это обычай и в библейской традиции есть, в Старом Завете, этот обычай есть и в языческих религиях. В принципе, как бы здесь ничего такого опасного, я думаю, нет. Хотя у нас каждений нет. Иногда на праздники, какие-то мы зажигали, кадилы там, дьяк у нас там, Геннадий, он сейчас священник, он сейчас в Киеве, как раз пастором остался. Тогда он был дьяконом, мы ему доверяли кадила, он так шел, значит, зал такой, значит, кадил и на языках молился, кадил и на языках молился. Идет молится, молится, кадит, кадит. Там бабушки в шоке крестятся, там новые, когда пришли. Но дьякон, вот в ризе там, значит, там все начнет, как положено, там молится. Да, но в чем-то это было даже по православному, в чем-то, потому что, в принципе, бабушки, они так и привыкли, что они не понимают, о чем молятся эти батюшки. В принципе, так что мы вписались, как бы, будем так говорить. И, но, вы знаете, этот Геннадий потом зашел, уже, ну, как бы алтарь импровизированный, он говорит, вот присутствие Бога, я просто вообще ощущал явно. И Бог исцелял, кстати. Но мы не увлекаемся такими вещами. Я, честно говоря, может быть, из-за того, что нахлебался в свое время этого слишком много, вот, и, как говорится, обжегся на молоке, на чужую воду дую. Но, в общем-то, я даже в чем-то боюсь ритуализма. Боюсь вот этих вещей, к которым я был некогда очень сильно привязан. У меня даже некоторая такая аллергия даже вот от этих вещей, честно говоря, даже от ряса порой. А вот именно такая внутренняя духовная аллергия такая. Просто у себя, допустим, в церквях, я поэтому чаще всего проповедую именно просто в штатском, ну, без рясы. А почему? Потому что я, ну, людей так уже наставляю, учу. Вот, но когда я в гости, я почти всегда в рясе. Почему еще? Потому что я знаю, что это мое служение. И я знаю, что Господь, Он даже через этот облик сейчас, Он что-то делает. Он учит молиться сейчас. И я знаю, что придет время, когда там сотни, тысячи священников в рясах этих будут Евангелие проповедовать Иисуса Христа. А было время, что да, там в 96-м, когда я ушел из официальной церкви, я вообще даже, там, если увидел человека в рясе, я аж чуть не тошнил. Думаю, вообще, ну, просто, ну, нет, для меня было такое вот, ну, я просто увидел все как бы с другой стороны и знал. Поэтому, как бы, ну, такая реакция была болезненная. Я, честно говоря, сам думал, никогда не одену больше рясу. Полгода я вообще не одевал ее, забросил ее и все. И потом Бог, когда, а Бог призывал, я противился. Даже когда были пророчества, я думал, ну, не от Бога точно, ну, не может же Бог меня вот сейчас снова. Я только оттуда вырвался, а меня Бог снова туда направляет. Я ездил к этому брату, там, пророку, значит, ну, писятник такой, старый такой писятник, епископ, много сидел за Христа, там, все, значит, в советское время. И он пастором был лет 60, наверное, где-то, около 60 лет, вот, в подпольных писятнических этих общинах. И, значит, и он пророчествовал и говорил, что Господь говорит тебе сейчас, ты будешь должен идти к своим, и свои должны услышать то, что, ну, такие слова были сказаны. То, что Бог тебе сделал в твоей жизни. И, ну, я, как бы, уважал этого человека, значит, ну, я не стал спорить, ничего, но внутри я подумал, ну, это просто дедушка, видимо, уже свое желание, как бы, выдает за Божье слово, думаю. Ну, или он что-то не так услышал, не так понял, ну, все-таки старый уже человек. Я всячески был готов, вообще, честно говоря, несколько лет подряд я убегал от Бога. Я имею в виду от этого призвания, от этого служения. Я прятался. Но были и сновидения, были даже видения, конкретные видения, были пророческие слова, но не говоря уже про Библию. Вся Библия, где бы я ни не открыл, она везде мне говорила о том, куда я призван. И я не мог Библию читать уже даже. Поэтому я везде видел только реформацию православной церкви. И потом последнее, последнее китайское, как говорится, предупреждение получил я, значит, во время ведения. Это было в Киеве. Я был в гостях в одной из церквей, не проповедовал, просто пришел. Я любил, если у меня воскресный не свободный был, то посещать одну из церквей. Там пастор Топе был. Олотопе Аматои. Он, значит, сам нигериец черный, и он сейчас в Германии трудится. Значит, а он был пастором в Киеве, ну, большая церковь, где-то человек 500, наверное, нет, там больше, больше, около 1000, наверное, уже даже было. И вот я посещал эту церковь, иногда слушал проповеди с удовольствием. И вот, и когда я был в гостях, все, посадили как гостя на первое место. А потом, пока пастор был на сцене и готовился к проповеди, пауза такая небольшая появилась в служении. И в этот момент я увидел, а музыканты стояли еще и немного, играли чуть-чуть. И в этот момент я увидел видение. И это была сцена над сценой. Знаете, как вот в китайской перспективе. То есть, вот так вот, на тебя дальний фон. И, вы знаете, интересно, это была сцена, и я понимал, что это церковь, но довольно необычно. Там были сотни музыкантов, одних только музыкантов, сотни. Одних скрипок целый ряд, я такого никогда в жизни не видел. И, вы знаете, и, ну, я опущу некоторые моменты сейчас, как бы не так важные, но важные только для меня лично, что было там открыто мне. Но скажу лишь, что в конце я услышал обличение, слово обличительное в свой адрес. И было сказано, что если ты не начнешь это служение, которому я призываю тебя, вот эти, ну, там были показаны некоторые люди, они погибнут, а их кровь я взыщу с тебя. И мне было, просто я уже даже проповедь не слушал уже, я еле дождался, пока служение закончится, и бегом домой. Я просто каялся, просил, Бог, прости меня, пожалуйста. И вот с того времени, это было в конце 2000 года, я уже начал церковь, такую реформаторскую православную церковь. И, ну, правда, я еще раз шкуру расстилал. Все-таки, как бы, да, пытался еще раз Бога на 101% проверить уже. Да, ну, ладно, это я уже ушел далеко, слушайте, кождение, ставить свечи. Свечи, кстати, побуду свечей, там еще были записочки о свечах. Это недоразумение. Так, одним словом говорить, это просто недоразумение. Дело в том, что, ну, дело в том, что раньше Византии, эти светильники, свечи в том числе, они были чисто в практических целях. Потому что служение совершалось либо, ну, в темное время суток, либо поздно вечером, либо рано утром. И храмы были такие, не с большими окнами в то время, а с небольшими окнами. В общем-то, тьма была в основном. И вот зажигали светильники, тем более в темное время суток. И вот прошли столетия, стали совершать служение уже не в темное время суток, а в светлое время, и окна стали большие, а светильники остались по-прежнему. Уже ритуально стали зажигать их уже. Когда это произошло, никто не знает, думаю. Но, я помню в Клинцах, Брянской области, там собор такой, благочильный священник служит там. То есть старший священник над регионом этим. И вот там объявление читаю, прямо на входе, что в нашем храме ставить свечи надо только лишь купленные в нашем храме. Свечи купленные в других местах и храмах, есть нечистая жертва Богу. Представляете? И подпись благочинного, печать, все как положено. Я думаю, зря я ей не снял эту надпись, надо бы Задорнова послать. Я думаю, он такие вещи любит вообще. Вот, и, вы знаете, вот, чаще всего, это как мечта отца Федора, да, свечной заводик иметь. И вот, в общем-то, в общем-то, свечи сегодня это просто такой, как бы, религиозный бизнес и какие-то жертвы, не знаю. Это, якобы, Богу. А, кстати, у нас в церкви иногда свечи зажигаем, иногда. Там семисвешник делаем, допустим, там, или две свечи зажигаем. Но это редко. Почему православие священник называют отцами и батюшками? Батюшками. Кстати, до Петра Первого называли попами, а жена попа, попадья. Вот, а старших священников называли протопопами. Протопоп, а вакуум, допустим, да? А их же называли протопопица. Вот, а заслуженных протопопов называли попище. Как их же он, не скажу, некрасиво. Но Петр Первый прекратил эту практику. И он обязал священников называть не попами, а иереями. Вот. Ну, правда, жены их не назвали иерейцами или как-то, или иереихами. А называли просто матушками с тех пор. Вот, значит, и... А почему отцами? Ну, вот, как на Руси говорили раньше, что не поп, то и батька. Значит, что, значит... То есть, в принципе, это превратилось в звание, как бы, в титул какой-то. Но на самом-то деле... Кстати, у меня есть об этом проповедь даже где-то. Именно я назвал ее быть отцом. То есть, не называться отцом, да? По Библии надо. А быть отцом на самом деле. И горе церкви, которая не имеет отцовства. Хотя и наставник у нас один, и отец, и учитель. Но Господь, Он и учителей ставит в церкви, и наставников, и отцов также. Но это не должно быть в титуломанию превращаться. Как вот Алексей Ледяев рассказывал, там был какой-то пастор, там, Вася Пупкин, а теперь архиепископ Василий, говорит. Вот, значит, то есть, понимаете, можно это все превратить в такую титуломанию просто вообще. И, к сожалению, в православие это хоть отбавляй. Кстати, Борисов Александр, священник московский, он предложил даже... Давайте, говорит, лучше братьями называться, вот, по описанию. Братьями. Почему же мы стесняемся такие вещи говорить? Вот, пастор, пожалуйста. Кстати, в моей церкви меня называют пастором. Меня отцом не называют. Вот, владыкой там. Это где-то там в интервью, там, и так дальше. Ваше высокопреосвященство. Зови меня просто хозяин. По поводу поминок третий, девятый, сороковой день. Я же говорил по поводу, помните, сновидения монаха Григория-то, да? Вот, якобы, эти дни, они важные вот для умершего человека. Такие критические, как бы, дни для мертвого. Вот там, на небесах, или в преисподне, как бы, вот, его какие-то судные дни, или что? Девятый день считается в честь девяти чинов ангелов. Их насчитали там девять чинов. Сорок дней, это, как бы, частный суд происходит над душой человеческой. Но, опять-таки, корнем все это имеет именно сновидение этого монаха. А про день Валентина, не знаю, это католический святой. Говорят, батюшка, там, кого-то повенчал, там, но делать день всех влюбленных нормально, наверное. Но этих святых и в православии, в католицизме тысячи имен. Я стараюсь как-то особо не заострять внимание на вот этих именах. Хотя, иногда приходится. Иногда помогает, кстати, даже, чтобы через этих святых разговор перевести именно к Иисусу Христу. К ситуации с сектантами в Пензенской области, которые ушли под землю жить, дожидаясь конца света. Как вы относитесь к ним, да? Ну, как относиться? В православии всегда были такие сектанты. Я уже рассказывал, да? Один сектант залез вообще на столб в пятом столетии, жил там сколько лет. Другой сектант там еще как. То есть, их очень много таких сектантов было. И сегодняшние, они, думаю, не лучше тех. А пройдут столетия, если это Бог даст, то, может, их и канонизируют еще, как святых еще. Ну, нет, вполне серьезно. Вполне возможно. Почему православие отвергают молитву на иных языках, если бы там четко и ясно написано в Библии? Ну, вот видите, для вас это четко и ясно написано, для них не четко и не ясно. Дело в том, что если бы эти отцы Библию читали бы, а чаще всего они относятся к Библии, как именно книги такой, просто богослужебной. И поэтому доходят порой до таких смешных вещей, что священнику что-то говоришь, так написано в Библии, он говорит, мало ли что, где написано вообще. Кошмар. Вот так вот. Хотя, вот я рассказывал ведь, да, что есть православные, которые уже признали, что это нормально, что это вполне законно, пристойно. Да. Да. Не все сразу, пожалуйста. Да, по поводу смерти Александра меня. Он был предтечей реформации, я так его называю. Он не вышел из рядов официальной православной церкви, но он положил начало, начало этой реформации современной. И заслуга его все-таки, при всех там его ошибках, серьезных порой, вероучительных, жизненных, заслугой остается по-прежнему и останется навсегда, то, что он разворачивал православную церковь русскую именно к Иисусу Христу. Его книга «Сын человеческий» этому явная иллюстрация, яркая иллюстрация, что именно об Иисусе Христе вот так четко, ясно, понятно в нашем поколении никто из православных не говорил, как он. В этом величайшего заслуга, я считаю. А то, что убили его, то, конечно, это связано именно с его деятельностью, такой религиозной церковной деятельностью. Вот, и, но эти мафиозники в рясах, вы знаете, на чьих руках его кровь, я убежден, что им надо покаяться. И Бог даже таких людей может простить. И, да, вон, Саввел, да, одобрял убийство Стефана. Однако же, апостолом был призван. Так что, вчерашние убийцы Мене, я убежден, они могут, эти, и епископы, митрополиты, они могут быть апостолами очень скоро реформации православной церкви. И Бог их будет использовать. Слава Иисусу Христу. Тем более, что сам Мень перед смертью, он все-таки простил. У него были еще минуты жизни определенные, пока скорая приезжала, все. Он простил этих людей, значит, и произнес, что да, я их прощаю, все. Да. Ну, вот тот же вопрос, да. Я говорил сейчас только что про Александра Мене как раз, да. Ну, 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 Александр Мене. Вот, и, да, он, кстати, вы точно заметили, он еврей по крови. И его еврейство, ему до сих пор многие не могут простить, священники. Дело в том, что отношение такое у многих по старым канонам православной церкви, допустим, ведь еврей обращенный, он до конца не православный все равно. Его дети даже нет, а лишь его внуки, они могут рассчитывать на должности какие-то в церкви. Вот, ну, все равно отношение такое, ну, знаете, вот, такое пренебрежительное. Вот, и это антисемитизм такой, вполне такой, знаете, такой церковный. Вот, то есть, священник может быть в понимании большинства священников любой нации, но кроме еврейской. Вот, понимаете, почему-то не переносит еврейскую кровь священники. Вот, и Мень, он не стеснялся своего еврейства. Наоборот, он показывал и доказывал явно, что именно его еврейство в Иисусе Христе, оно получило новое звучание вообще. Он показывал это явно. И я думаю, что это великое благословение, на самом деле. Он, на самом деле, мессианский верующий. Так, по поводу свечей, понятно же. Интересный, хитрый вопрос такой. Каким образом змей в Эдемском саду получил одержимость? Вау! Это нужно его спросить. Как он умудрился это сделать? Не, на самом деле. Это такой прикол, такой семинарский. Не, вообще, не, я еще не такие вопросы встречал. Но мне просто интересно порой. Так. Что происходит во время венчания в православной церкви? Нет, кстати, вот венчание, я очень люблю этот обряд. Я думаю, он наименее демонизирован в православной церкви. Этот обряд. Сам по себе обряд. То есть, он фактически, ну, он красив, он, там тексты Писания звучат, там, ну, в общем-то, он, на самом деле, достойный обряд. Но, если его немного почистить, правда, потому что там вот эти вот молитвы святым некоторым есть, там, Богородица, в общем-то, из всех обрядов русской церкви это наименее демонизированный обряд, я бы так сказал. Но, есть проблемка серьезная. Не в обряде в самом, но, а в подходе к венчанию. Дело в том, что, значит, венчают, кого не по поди сейчас. Священники в практике. То есть, заплатил за кассу и повенчался. И, как правило, священники видят в первый и последний раз эту пару. И потому, люди снова развенчиваются, потом снова венчаются, развенчиваются, венчаются. Я знаю, значит, до десяти раз в Москве, там, ну, одного человека уже повенчался, развенчался. Другой в Коломне, я с ним встретился, бизнесмен. Вот, он расписан с одной, венчан с другой. А реально, де-факто, с третьей живет. И, значит, он мне говорит, чей же я муж вообще? Вот, по паспорту, значит, один муж, по, значит, церковному, я другой муж, значит, но фактически люблю третью. Вот такое. Да. Так что, вот, вот, насчет венчания непорядочно поступают священники, потому что сам обряд, он красив, он торжественный, мне очень нравится сам обряд. Но подход именно к венчанию неправильный. Я тоже так же грешил, я тоже так же поступал, я венчал так же абсолютно, как все мои коллеги тогда, всех, кто приходил, платил за кассу, православный, крещенный, все, значит, давайте венчаться. Никаких бесед не проводил, абсолютно. Ну, краткое наставление там во время уже венчания, или же в после венчания, краткое наставление делал, но это, это, это не что. Многие венчались, будучи уже пьяными, или же в подпитии, особенно в соборе, в Рязани, в Самой, это были очень неприятные моменты. Вот, однако же обязан был их венчать. Так, по поводу поверья, кстати, венчал я один раз в Киеве, вместе с еврейским мессианским раввином, такая пара необычная. Он, значит, ну, они оба с мессианской общины, только он еврей, она украинка, но тоже в мессианской общине. А ее родственники все православные, и они заказали батюшку, чтобы, как-никак, ладно, хоть еврейская община, но пусть будет батюшка. и со стороны жениха был раввин мессианский, все в шляпах, со всеми делами, значит, а со стороны невесты был батюшка. Так интересно, и вы провели такое, ну, вначале переговорили с этим рэбе, значит, и провели такое служение, необычное. А через Майдан, идем вместе, так вот уже, ну, по-дружески уже, там эти интуристы, вот этот агровин еврейский идет с батюшкой, они там быстрее снимают, вот это сенсация. Это в центре Киева прям было, а отель казацкий, там это прям на Майдане. Значит, и во время самого служения, так необычно было, я думаю, как это будет выглядеть. Он там прочитал еврейские молитвы, они там стакан разбили, под хупу ставили, а под хупу я, он жениха заводил, а я невесту заводил. Вот, я там их там благословил, по-православному, он там по-еврейски благословил. И еврейские родственники, и православные, все были довольны вообще. Все были счастливы, вообще было классно, я помню. Это было уникальное, конечно, венчание. Да, давайте отдохнем. Продолжаем. Давайте продолжим, слушайте. Я пока еще только отвечаю на вопросы, ничего же все. По поводу поверья, стричь волосы ребенку в год, в первый год. Это добрят церкви или ничего общего? Не имеет. Дело в том, что есть, не только младенца, есть в крещении, такой обряд, в православном крещении, там состригаются волосы. И все это, значит, воск. И потом воск бросается в воду. И там еще обычно смотрят, если воск там плавает, то нормально будет жить ребенок, если он быстро тонет, ну, значит, уже не жилец и прочее. Не, ну, серьезно, там бабушки, там очень серьезно относятся к этому. Вот. И еще как, еще, ну, ладно, всякое суеверие. И вот, я стал узнавать, ну, откуда обычай такой пришел вообще-то. Оказывается, когда славян, германцев, другие народы некоторые крестили, но ведь их не просвещали, то есть крестить крестили, но не просвещали. И поэтому большая вероятность была того, что эти люди, они вернутся в свою традиционную религию. И чтобы они этого не сделали, священники византийские, в частности, допустим, они знали, узнали четко, твердо, что у славян есть очень такие суеверные вещи. Допустим, если они клялись чему-то, да, и клялись друг другу, там, например, уже до смерти, то они срезали волос с себя и отдавали своему этому человеку, другому, с кем они клялись. И поэтому, чтобы они к своим богам не вернулись, с них состригали волосы, и волосы забирали священники. Это было означало, что все, теперь ты уже наш уже, все, теперь ты посвящен Богу христианскому. Теперь, если будешь возвращаться к своему Богу, тот Бог тебя будет мстить теперь. Вот, ты уже не его уже. И христианский тебе будет мстить Бог. То есть, ты будешь между двух богов вообще. И вот, поэтому, некоторые славяне после крещения убивали самих себя, суицид совершали, потому что боялись, что теперь они будут вне богов вообще. И, а это, эти волосы обычно хранились при церкви, при церкви. Всех, весь регион постриженный, славян, там по кусочкам волос, все хранилось при церкви, как вот залог, что ли, что да, именно эти люди, они посвящены уже Богу христианскому. То есть, суеверные обычаи. Но он до сих пор сохранился. Вот, срезает кусочек волос, хотя в это уже не верят люди большинство, но вот обычай сохранился до наших дней. Так, по поводу ислама, я уже рассказывал кое-что. Вот, есть лекции мои, по этому поводу тоже, сравнительное богословие, христианство, ислам, иудаизм. Но вообще, ислам, это очень большая угроза для вот именно мира, и христианства, в частности, если вкратце. Да, друзья мои, о чем же вам рассказать? О многом хотелось бы рассказать, но просто времени-то не достанет уже. Я хочу рассказать тогда, наверное, о том, что мне больше всего нравится. Вот. Я расскажу сейчас. Ну, да. Я расскажу о реформаторах православных. Я расскажу о священнослужителях некоторых. Вот, и о том, кто фундамент для реформации православных церковозакладов вообще. Это было спустя сто лет после Лютера. Это было в конце 16-го, начало 17-го столетий. Это было в Греции, православной Греции. Тогда под властью находилась Греция султана турецкого. И Константинополь был уже, назывался уже к тому времени Стамбулом. И, но патриарх, патриарх православный греческий, который проживал там, он по-прежнему назывался вселенским патриархом. И вот, на рубеже столетий, 16-го, 17-го столетий, патриархом был избран Кирилл Лукарис. Кирилл Лукарис стал вот, неким лютером или Кальвином только в Восточной Церкви. Кстати, я читал одну статью одного голландского доктора Майера, автора. Он написал так, он назвал статью «Кальвин в Новом Риме», описывая жизнь Кирилла Лукариса. Кирилл Лукарис православный человек, который некоторое время путешествовал, да, даже он жил в Африке, по делам церковным был в командировку как бы отправлен в Западную Белоруссию, в Брест, был в Польше, Белоруссии, Украине, затем вернулся к себе в Африку, был некоторое время патриархом Александрийским, а затем был избран патриархом Вселенским. Карьера была блистательна, человек получил хорошее образование, кстати, он получал образование на Западе, один из его чителей, знаменитый Галилео Галилей. В общем-то, человек был на самом деле эрудирован, читал на разных языках, кстати, Синайский кодекс знаменитый, хранящийся сегодня, где, в Британии, да, в Англии, именно заслуга Кирилла Лукариса, что нашли в архивах, нашли среди бумаг, которые уже пропадали, крысы подъели, нашли знаменитый Синайский кодекс. В общем-то, Кирилл Лукарис имеет большие заслуги перед церковью в целом, но самая великая заслуга его, конечно, Кирилла Лукариса в том, что он поднял впервые знамя православной реформации. Это было уже начало, да, 17-го столетия, 1631 год, когда была опубликована его книга, книга его жизни. Это вероучительные статьи православной церкви, 1631 год, и Кирилл Лукарис в своей этой работе, да, называется «Восточное исповедание христианской веры», да, «Восточное исповедание христианской веры», в своих тезисах реформаторских, да, это же был патриарх, это не был просто сельский священник, как Мартин Лютер, допустим, там в Виттенберге, это был патриарх вселенский, и в этом было, конечно же, ну, отличие. Попытка была реформации сверху, но, к сожалению, реформация не состоялась такая обширная, потому что исламский вот этот контроль, гнет, он затормозил реформацию эту, а затем по приказу султана этого смелого человека, реформатора, его казнили. Прямо в Стамбуле. Но в 31-м он успел издать исповедание вот этой веры. И вот в статьях, в вероучильных статьях, пример я хочу привести, в 8-й статье, он пишет, что мы верим, что Господь наш Иисус Христос восседает Одесной Отца, заступаясь и ходит оттуда за нас, что Он один выполняет обязанности истинного и законного первого священника и посредника. И дальше, и дальше, и дальше. И дальше места Писания из Библии. В общем-то, уникальность была в том, что Он провозгласил очень четко и ясно, что Иисус Христос единственный посредник есть. и убеждал православных греков отказаться от многобожия. Это было настолько неслыханным, что даже Папа Римский, когда ему донесли об этой книге иезуиты и показали ему материалы, он просто считал Кирилла Лукариса врагом номер один папского престола. Кстати, султан казнил Кирилла в процессе. Это было не просто так. Здесь сыграла роль большую именно интрига иезуитов, которые в Стамбуле очень много имели связей и путем подкупа и обмана имели доступ и к самому султану. То есть, здесь след католический налицо, тем более, что Папа Римский заказал убить иезуитам этого патриарха православного, потому что испугался реформации на Востоке, не меньше, чем реформации своей на Западе в Европе. Так, в 8 статье Кирилл Укарис однозначно выступил против многобожия в православной церкви. Затем он поколебал еще некоторые устои традиционные, которые были обычными уже для православной церкви. в 12 статье своей он показал однозначно и на основании Писания дальше ссылками из Библии, что церковь, она не является безгрешной сама по себе, что церковь может ошибаться, любая деноминация имеет право на ошибку, ведь до него провозглашалось как аксиома уже фактически, до Кирилл Укариса, что церковь, она безгрешна, церковь не может ошибаться сама по себе уже, но Кирилл Укарис не спроверг и этот такой ложный догмат. В 13 статье он пишет об оправдании веры в Иисуса Христа. Это также было вызовом, это было похоже скорее на протестантское сочинение даже по тем временам, если брать, чем на сочинение противоправославного патриарха. Оправдание через веру в Иисуса Христа. То есть спасение, которое не добрыми делами, не вымаливаниями, не как-то еще, а через веру во Христа Иисуса. Дальше. В 18 статье, я себе выписку такую сделал, некоторую здесь, по поводу умерших, вот, это, это, конечно, было тоже сенсацией. В 18 статье Кирилл Укарис, патриарх, заявил, что он отвергает понимание, понятие чистилища, мытарства, что это все является выдумкой, и на основании Слова Божьего и исторических фактов, однозначно Кирилл Укарис отвергал это лжеучение. И он говорит, что либо рай, либо ад, вот таких очистилищ, чистилищ не существует, мытарств нет. И это было очень важным заявлением, конечно, ошламляющим. Да, кроме статей в этой же книге были ответы на вопросы, самые такие, как бы, злободневные вопросы. И вопрос номер один был о Священном Писании. И вот, не буду зачитывать полностью, но скажу, что в своем ответе Кирилл Укарис показал, что каждый христианин, независимо там священник он, не священник, он обязан изучать Писание, знать Писание. И он показал Кирилл Укарис, что даже на память знать тексты многие библейские, это благочестиво. А ведь, я напомню кое-что, я говорил как-то, что на Западе, допустим, в Европе даже захранение фрагментов из Писания каких-то, если монахи при обыске находили, какие-то фрагменты из Библии сжигалось на костре душата. И вот были такие вот, к сожалению, учения. У нас перерыв сейчас? Ага. Отдохнем, потом продолжим. Библии. 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 Продолжение следует...